Ваш педагог сказал, что вам, когда вы учились, мешало ваше, скажем, цирковое прошлое. В чем именно мешало? Сложнее всегда переучивать, чем учить человека заново. Поэтому я достался своему педагогу Владимиру Владимировичу в очень плачевном, скажем так, состоянии готового артиста эстрады и цирка, со всеми штампами, которые возможны. И это было очень сложно. И знаете, я ему бесконечно благодарен. Меня спрашивали про переломные моменты. Этот человек научил меня слышать, видеть, понимать театр. Он сделал из меня театрального артиста. Он меня внутри всего перерыхлил и создал заново. И я ему бесконечно благодарен. И то, что я с ним продолжаю общаться сейчас, он для меня абсолютно знаковая фигура. Он как проводник, который мне протянул руку и сказал, идем, будет больно, опасно, голодно, холодно. Но я тебя выведу на светлую дорогу. И он меня вывел. Понимаете, взять это все равно, что взять, например, не знаю, там пучок какого-то лопуха или репея и сказать, вот сейчас я держу сорняки, а через четыре года будут розы здесь. Пахнущие, радостные, которые будут дарить радость людям. Вот он из меня выкорчевывал сорняки и сажал розы. А что касается кино? Я не могу же сказать, что я так много снимаюсь в кино. У меня в кино только все начинается. Список солидный, потому что я всегда знал, что я хочу работать, и я ничего не должен пропустить. И я шел даже на компромиссы, понимая, что фильм не очень, режиссер странный, команда не очень. Но я хотел работать, потому что, не знаю, человек без профессии в руках, без навыков, он просто может потерять эту профессию. Если строитель долго не будет строить дом, вряд ли он захочет или сможет построить его качественно. Если, не знаю, там пилот не будет регулярно летать или, ну, вы же приказаны. Даже когда машину, вот не поводишь, пять дней машина, потом садишься за руль, выводите машину? Машины нет, права есть. Ну вот, когда вы начнете водить, вы меня поймете. Вот садишься, пять дней не поводил машину, и уже как-то себя по-другому не уверенно чувствуешь. То же самое в нашей профессии. Поэтому я старался, эпизод, микроэпизод, вторая роль, третьего плана, неважно, массовка, все, все в копилку, все в копилку. И вот свое... А ты был для себя в солидной кино? Извините, сейчас хочу сказать, что и только в прошлом году зимой я снялся впервые в главной роли в кино. Этот фильм выходит осенью 2013 года. Он называется «Мужчина с гарантией». «Мужчина с гарантией» — это я. А вторую главную роль исполнила Нонна Гришаева. Мы с ней, значит, все время из проекта в проекты как-то так пересекаемся опять. И у меня есть возможность Нонну Гришаеву регулярно на экране, на сцене, в разных спектаклях целовать, обнимать. Об этом мечтает полстраны, а у меня вот есть такая возможность. И мы с ней там поженились, наконец-то, в этом фильме. Но вас и в прессе время от времени женят. Ну, сейчас такое время, в прессе все время, время от времени кого-то женят. Я на самом деле к этому не имею никакого отношения. Я никаких про себя уток, баек, сплетен и слухов специально не запускал. Я ни с кем специально не появляюсь в обществе, чтобы там меня пообсуждали. Я, в общем, не провокатор такой. Хотя мне очень нравятся такие люди, которые могут, эх, так, сегодня так, или там рассказывать что-то такое. Я как-то по-другому. Но мне начинают приписывать кучу всякой ерунды или гадости каких-то. Ну, что делать? А вам семью хочется, вот если честно, откровенно для себя? А что, я похож на человека, какого-то идиота, которому не хочется семьи? Я создаю впечатление такое, что мне она не нужна, что ли, или как? Ну, это странный вопрос. У вас есть все для того, чтобы иметь это? Вы понимаете, у меня есть все для этого, но нет самого главного. Нет той, значит, с которой можно было бы создавать семью. Вот когда будет, это же такое волшебство. Это должно, это должно, как вспышка. Я все время про это говорю, ну, что буду про это говорить еще раз? Нет, ну, говорят, любовь в труд. А что вы делаете для этого, да, чтобы у вас была эта любовь? Не знаю, знакомитесь ли вы с женщиной? Секунду. А вдруг это будет она, например? Это же тоже будет часть труда. Нет, я не верю. Подход к любви как к спортивному мероприятию. Знаете, вот я сейчас пойду и накачаю мышцы. А вот сегодня я иду знакомиться для любви. А завтра я иду знакомиться для, значит, там, не знаю, деторождения. Это все ерунда. Любовь, она не спослана Богом. Она посылается Всевышним, она посылается космосом. И как ты не старайся и не жди всему свое время. Вот когда тебе будет уготовано с судьбой встретиться. Сейчас откроется дверь, бах, и все, и мы не можем жить друг без друга. Понимаете? Или из кладовки кто-нибудь вывалится. Или в окно залезет. Или я к кому-нибудь залезу. А так специально, что вот сегодня я иду знакомиться. Или я сижу в социальных сетях с утра до ночи и рассылаю, значит, всем письма. Вот я там какой-то одинокий. Я же не одинокий на самом деле. У меня есть огромное количество дел, работы, бесконечные люди вокруг. Бесконечные. Один не бываю. Мне иногда хочется куда-то спрятаться, потому что бесконечное общение. Но любовь это какая-то особенная история. Значит, мне пока дано другое что-то, что я должен делать. Значит, это моя работа. Значит, это зрители, которые не должны остаться без внимания. Я к этому спокойно отношусь. Конечно, мне хотелось бы приблизить этот момент. Но, значит, пока его нет. Ну, что же я буду сейчас тут заламывать руки. И там все знают лучше, чем я. А чувство любви настоящей вам знакомо? Ну, а как же. Ну, что вы. Это я могу про это рассказывать, знаете, цикл передач. Но я этого не делаю. Знаете, мама мне когда-то в детстве, я у нее там задал вопрос, советовался по поводу одной девочки. Она мне сказала, знаешь, что, мой друг, в любви надо действовать смело. Проблемы решать самому. Такое серьезное дело нельзя доверять никому. Понял? Я говорю, да, интересное стихотворение. Вот так. А какая бы женщина, скажем, могла бы быть рядом с вами? Талантливая. Обязательно. А не будет ли конкуренция? Нет, у умных людей не может быть ни зависти, ни конкуренции. У умных, талантливых двоих есть только счастье от того, что они могут наблюдать талант и развитие друг друга. Вот если это получается, это такой кайф. Вы представляете, вечер. Два человека. У каждого своя история талантливая. Вот они вечером ужинают. И делятся ощущениями, впечатлениями, встречами. Ай, вообще. Я сейчас представил. Представляете? А не, где ты был? Почему тебе не звонят? Вот эта вся фигня, когда начинается, тогда нет никаких взаимоотношений. Продолжение следует.